здравствуйте дорогие друзья и читатели ресурсов сайта ящик ответов к видео 1 52 который называется финальная битва последних царей этого века после сообщения о том что крах вавилона произойдет в армагеддоне или при последней седьмой чаши гнева иеговы у читателя возник резонный вопрос прочитаю его если после гибели вавилона наступит конец этому веку как же тогда понять сообщение из откровения 18 главы с 8 по 19 текст о том что после уничтожения вавилона цари блудодействующие с вавилоном или взаимодействующие с ним будут стоять рядом живые как такое возможно если после армагеддона никого в живых не останется вот если считать вавилон ложными религиями как учит общество сторожевой башни тогда понятно религии закроют а люди останутся а если как вы учите что крах вавилона будет в армагеддоне который никто не переживет тогда непонятно кто же будет плакать по вавилону буду рад если поясните этот момент ответим на этот вопрос сегодня но для начала процитируем основные мысли из откровения 18 главы с 8 по 19 текст к которым собственно и возник вопрос у читателя они охватывают с 8 по 13 текст цитирую их зато в один день придут на вавилон казни и восплачут и возрыдают они цари земные когда увидят дым от пожара ее стоя издали и купцы земные восплачут и возрыдают они имеется ввиду о царице у вавилоне так вавилон называет откровение потому что товаров их никто уже не покупает этот текст пока что будет на экране отображаться для того чтобы наглядно помнить о теме вопроса данного видео как видим здесь действительно сказано о том что когда в армагеддоне рухнет вавилон дьявола или система правления его миропорядка в этом веке тогда те кто входил составную часть вавилона цари и купцы почему-то не погибнут и будут плакать о нем из видео 1 52 напомним что цари или правители мира дьявола и купцы поддерживающие экономическую часть его системы правления входит в вавилон дьявола то есть в его систему миропорядка построенную в этом веке при помощи нечестивых руководителей разных уровней во всех сферах жизнедеятельности общества земли поэтому и возникает вопрос если крах вавилона по объяснению на сайте ящика ответа ознаменует конец этого века после чего в живых никого не останется то кто же будет плакать по вавилону и так отвечаем на этот вопрос напоминая о том что хронологический порядок событий конца этого века показывает только 16 глава откровения она описывает всего семь этапов или чаш гнева иеговы с апогеем в армагеддоне а 18 глава откровения к которой возник у читателя вопрос показывает лишь увеличенный фрагмент событий седьмой чаши гнева иеговы когда погибнет вавилон этот увеличенный фрагмент конца века дьявола и будет задействован в ответе чтобы лучше понять значение откровения 18 главы с 8 по 13 текст обратим внимание на два момента во-первых следует помнить что вавилон это не ложная религия а символ системы управления миром дьявола в свою очередь система управления миром дьявола и цари с купцами это не одно и то же система управления в любом сообществе это устройство или механизм влияния на сообщество построенный при помощи определенной модели отношений и взаимодействия по вертикали между вышестоящими и ниже стоящими например система управления в обществе стражевой башни это управленческий аппарат руководящего совета со всеми его структурными подразделениями построенные на основе теократической или библейской модели отношений с целью управлять жизнедеятельностью народа иеговы а вот цари с купцами это непосредственные участники или пользователи системы управления в обществе стражевой башни образные цари представлены старейшинами руководящего совета вифили и собраний а вот купцы это все казначеи и финансовые директора общество стражевой башни которые заведуют циркуляцией денег или денежных средств в организации свидетелей иеговы итак система управления и цари с купцами это разные понятия поэтому если какая-то система управления рушится ее участники остаются живы покажем это на простом и в то же время очень ярком историческом примере краха системы управления социализма как помним из истории СССР выстроил довольно мощную систему управления социализма она распространялась не только на территорию союза но и на остальные страны мира где установился социалистический строй или режим как сейчас называют разные виды политической власти в государствах то есть был создан огромный социалистический лагерь или мировая социалистическая система которую представляли и поддерживали образные цари социализма это правительственные структуры власти плюс купцы социализма отвечающие за экономику что сохраняло жизнеспособность и стабильность системы социализма все то время пока она функционировала когда в СССР наступил кризис политической власти социализма то есть разные структуры управления не смогли уже договориться между собою и образно раздирали страну по разным направлениям развития это привело к тому что сначала разрушилась система управления СССР а после естественным образом пали и другие образные города языческие зависимые от СССР в итоге после развала Советского Союза в 1991 году рассыпались и исчезли все страны социализма то есть вся мировая система социализма а теперь главный момент в этом примере будьте внимательны хотя с развалом СССР развалилась вся мировая система социализма однако остались живы все ее образные цари и купцы стран социализма блудодействующие или взаимодействующие с СССР и участвующие в построении системы социализма ее распространении и функционировании эти цари и купцы лишь с ужасом наблюдали со стороны и недоумевали как же такая мощная система социализма которую СССР выковал в огне революции разрушилась столь стремительно можно сказать в одночасье то же самое ожидается и с Вавилоном Дьявола с системой правления этого века как помним из Откровения 17.16 и видео 1.52 усилиями последнего царя Северного и его союзников призванных Иеговой для разрушения Вавилона Дьявола однажды наступит момент когда все сферы жизнедеятельности мира Дьявола постигнет крах по какой-то причине обвалится например мировая экономика разрушатся международные модели взаимодействия нечестивых правителей привычные рычаги управления перестанут действовать на общество и так далее из-за чего ситуация в мире станет неуправляемо разрушительной вот в этот самый момент цари с купцами этого века и будут рыдать в недоумении как же так? мы еще вчера были так сильны при могущественной власти и с тугим кошельком а сегодня все пошло прахом и больше не восстановится поэтому мы даже больше разбогатеть не сможем то есть товаров наших никто не покупает как сказано в Откровении 18.11 таким образом рассмотрение первого момента помогает понять что так как система управления и цари с купцами пользующиеся системой для своих целей это не одно и то же поэтому и гибель Вавилона или нечестивой системы правления над миропорядком человеческим не означает гибели ее участников пользователей то есть царей и купцов теперь рассмотрим второй момент для понимания значения плача царей и купцов по уничтоженному Вавилону следует помнить что Вавилон Откровения это лишь символ правления и власти дьявола над его подданными точно так же как и Иерусалим Откровения это символ правления и власти Яговы над Божьими подданными в буквальном смысле этих городов не существует существует лишь система отношений и взаимодействия между правителями и подданными живущими в этом веке либо по нечестивым законам дьявола либо по праведным принципам Иеговы подробнее о значении системы Иерусалим говорили в видео 1.7 а о значении системы правления дьявола Вавилон говорили в видео 1.8 при желании можете рассмотреть эти ролики чтобы лучше понимать смысл враждующих систем правления в этом веке на примерах двух противоположных по духу и целям враждующих между собой столиц древнего мира на Вавилоне и Иерусалиме Иегова показал две враждующие системы правления над человечеством нечестивую и праведную для того, чтобы проще было понять смысл падения власти дьявола в этом мире из-за победы над ним власти Иеговы ведь всем людям понятно что если враждуют, допустим, два каких-то государства то падение столицы одного из них означает падение всего государства в целом так как в столице сосредоточена вся верховная власть любого государства или царства человеческого если говорить о человеческих сообществах библейским языком если пала какая-то столица всем понятно, что пало и само государство сменился правитель в этом государстве и режим власти то же самое означает и символика краха Вавилона в Армагеддоне при выливании седьмой и последней чаши гнева Иеговы наступит следующее если сказано, что пал Вавилон столица правления дьявола значит, пало и все его нечестивое царство этого века со всеми нечестивыми или языческими городами значит, сменился и правитель в царстве человеческом и режим власти тоже сменился то есть, была духовная нечестивая власть дьявола над человечеством а отныне наступит праведная власть Иеговы представленная его царем Иисусом Христом до момента седьмой чаши дьявол всего лишь был сброшен на землю но пока еще оставался в пределах земли правителем над своими нечестивыми правительственными структурами в этом веке и даже пытался продолжать преследовать народ Иеговы после сбрасывания на землю с помощью этих правительственных структур что нам известно из Откровения 11, 15, 12, 9 и 17 а когда Иисус Христос свяжет его цепями образными и бросит в темницу бездны на тысячу лет вот тогда его власть над миром человеческим завершится и начнется тысячелетнее правление Иисуса Христа как помним 16 глава показывает хронологию истинных событий конца этого века а символически подробности победы Христа над дьяволом и его правительственными помощниками царями показывают Откровения 18 и 19 главы а также Откровения 20 с 1 по 3 текст а в буквальном смысле на земле победа Иисуса Христа проявится мировым хаосом и коллапсом устроенным усилиями последнего царя северного а также гибелью всех кто выбрал в этом веке путь зла в катаклизмах последней седьмой чаши гнева Иегова или в более привычном для звучания Армагеддоне все они погибнут от катаклизмов это известно из Откровения 16 главы с 16 по 21 текст и 17 глава 16-17 тексты таким образом сообщение о гибели Вавилона в Откровении это лишь символ завершения века правления дьявола в момент Армагеддона когда дьявол будет арестован Христом на тысячу лет крах нечестивой системы правления привычной для верных помощников дьявола заметят все нечестивые правители этого века поэтому они и будут плакать что поймут недолго осталось и им во все времена войн истории человечества после падения столицы любого государства потерпевшего поражение победители казнили всех его правителей в первую очередь царя и команду главных государственных помощников пораженного государства или проигравшего в нашем случае это Вавилон дьявола поэтому и последние участники системы правления дьявола царей и купцы его Вавилона главные помощники дьявола в его нечестивом мире показанные в откровении 18 главе с 18 по 13 текст будут рыдать от досады и бессилия ведь если пала их любимая нечестивая столица с любимым верховным правителем дьяволом значит и им самим тоже скоро конец и не имеет значения сколько злато-серебра у них припасено и насколько ломятся их кладовые все это не спасет их в день гнева иеговы о чем мы знаем из изикиль 7.19 например а теперь дорогие подведем итог по вопросу читателя о том почему же после гибели Вавилона в Армагеддоне цари и купцы плачущие по нем не погибнут вместе с Вавилоном во-первых система управления миром дьявола показанная в образе или символе столицы и участники этой системы цари и купцы или жители этой столицы образные это не одно и то же поэтому гибель системы управления не означает гибели ее участников то есть падение нечестивого режима правления над землей будет кому оплакивать все кто наживался в этом веке за счет других и процветал живя во зле и благодаря нечестью будут оплакивать свою невозможность процветать и шиковать как в прежние времена когда их защищало правление Вавилона дьявола сравните Луки 4.6 и 2 Тимофею 3.13 а во-вторых гибель Вавилона или падение столицы мира дьявола это символическая демонстрация победы Иисуса Христа и краха дьявола верховного правителя этого мира кого обезвредят в Армагеддоне это известно из Откровения 16 главы с 16 по 21 текст и 20 первой второй тексты а на земле падение символической столицы дьявола проявится разрушительными действиями последних нечестивых царей этого века и стихиями, что погубит всех хулителей Бога и окончательно опустошив землю катаклизмами последней седьмой чаши гнева Бога это известно из Откровения 17.16, 19 главы с 13 по 21 текст как и всегда, материал данного видео подготовлен свидетелями Яговы сайта Ящика Ответов с огромной любовью ко всем, кто ищет истину в Библии для тех, кому сложно воспринимать материал на слух или кто желает тщательнее проработать текстописание, упомянутый здесь в описании к этому видео есть ссылка на текстовый вариант данной информации а для новичков в описании к видео есть ссылка на базовую программу для углубленного изучения Библии с ее помощью вы научитесь усваивать материалы сайта Ящика Ответов любой сложности спасибо, дорогие, за внимание